Мину бросили в костер, украл пиво, отбивался ножом, электрик-мошенник и сдали 17 гранатометов. Далее в выпуске сводка коротких новостей. В одном из сел Мелитопольского района в доме по месту жительства обнаружен труп одинокого пенсионера с признаками насильственной смерти. На теле погибшего многочисленные ножевые ранения. Орудие убийства, кухонный нож нашли в печи. Подозреваемый, 36-летний, ранее судимый за кражу, житель района задержан. В БГТ «Акимовка» двое местных жителей нашли боеприпас в лесополосе вблизи реки и бросили в костер. В результате взрыва оба тяжело травмированы и доставлены в районную больницу. Других взрывоопасных предметов на месте происшествия не обнаружили. На улице Вайнстрой неизвестный украл пивной кек из автомобиля. Увидев патрульных, подозреваемый начал убегать, выбросив по дороге кекс с пивом. Когда догнали, пытался отбиться кухонным ножом, но был задержан. На проспекте моторостроителей неизвестный в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру, избил женщину и открыто завладел плазменным телевизором. По приметам выяснили, что грабеж совершил человек из соседней квартиры. В его жилище действительно нашли пропавший телевизор. На проспекте моторостроителей электрик взял 300 гривен за ремонтные работы и исчез. Походу выяснилось, что этот же человек взял у другой заявительницы 346 гривен и тоже ничего не сделал. Подозреваемый был задержан на улице Омельченко и доставлен в отделение полиции. На улице Тополиной малознакомый парень похитил у 42-летней женщины 100 гривен и скрылся. Подозреваемого, ранее уже привлекавшегося за подобные кражи, задержали на следующий день на улице Исторической. В ходе месячника добровольной сдачи оружия жители области принесли в полицию 119 единиц оружия, более 2000 патронов, 25 гранат, 11 мин, 10 снарядов и почти полтора килограмма взрывчатки. А в Шевченковском районе Запорожья сдали сразу 15 противотанковых и два подствольных гранатомета. Месячник добровольной сдачи оружия продолжается. Продолжение следует...